Раннее утро субботы. Погода, как нельзя, лучше подходит для рыбалки. Значит, клёвой мормышке быть. На берегу уже собрались любители и профессионалы подлёдного лова. Без малого – 160 участников. После торжественного открытия, поднятия флага и проверки всех личных вещей на предмет, заготовленной заранее рыбы, к слову, нечестных рыбаков не обнаружилось. Выходим на лёд. Как говорят, рыбак рыбака видит издалека. Главный принцип клёвой мормышки 2017 – это взаимопомощь и взаимовыручка между участниками. А ещё съёмочная группа новоуральской вещательной компании очень успокоила тот факт, что толщина льда, по словам специалистов, составляет более 70 сантиметров, и нам ничего не угрожает. Мы договорились с профсоюзом, с руководством комбината, что мы теперь единую проводим, уже большую такую мормышку. И вы посмотрите, сколько сегодня людей. И комбинат практически все призы закупил. Здорово. Поэтому эту традицию мы только укрепляем. Это очень серьёзные судьи. Сейчас всё проверили. Вдруг кто-то с вечера там подрыбачил. Ну и шутка, и серьёз. Поэтому хорошее такое событие. И дай бог, чтобы оно расширялось и развивалось. В том числе и очень много молодёжи, ребят, деды с внуками пришли, так сказать. Здорово. Просто душа радуется. Весь Верхневенский пруд усыпан рыбаками. Словно место здесь заповедное, рыбное. И правда, рыбы в пруду много. Забегая вперёд, скажем, что общий улов составил более 80 килограммов. И это за 3,5 часа рыбалки. Из улова в основном ерши и окуни. Зато в большом количестве. А ещё попалась одна щука новее. Воспоминания о сказке про Емелю. Он писается, серьёзно? Да он скользкий. Ну посмотри, настоящий щурёнок, так здорово. Ну не надо там особо зарядки делать, бегать, тренироваться. Он пришёл, просверлил, сидировать. Для любого возраста. У нас те годы были, одному рыбаку было 87 лет. У нас здесь есть подростки, которые ещё в школу не ходят. И надо сказать, что мы задачи вот этот раз договорились с нашим обществом, что почему мы проводим именно вот сегодня в субботу. Потому что это последний день каникул в школьниках. Мельников и Борис Владимировича знали весь город. Он, ну депутат, председатель завкома был нашего, но я не это хочу сказать. Он всегда пропагандировал и всегда поддерживал вот эти спортивно-массовые мероприятия. Это объединяет всех людей, всех возрастов, во-первых. Во-вторых, в этом году, в шестой раз проводим, мы решили разделить немножко. Есть личное первенство, есть команда. Притом погода очень хорошая и, наверное, клёв будет хороший. Многие пришли порыбачить семьями, приобщая детей к зимнему виду рыбалки. Удивительно, но у этих малышей отлично клевало. К примеру, Алиса Ильина, юная рыбачка, только успевала подсекать. Рыбы одна за другой выскакивали из проруби. Просто надо иметь терпение и всё получится. Всем удачного клёва. Главный водяной города Новуральска – это директор водоканала. Поэтому, как говорится, это водоём, который действительно прекрасный водоём. Прекрасная вода. Поэтому мы как бы занимаемся не только рыбной ловлей, но и пропагандой здорового образа жизни. И им, соответственно, призываем беречь родную природу и наш замечательный источник питьевого водоснабжения. Андрей Соколенко – один из самых юных участников клёвой мормышки. Ему шесть, но он уже знает, что главный секрет удачного лова – в правильной подготовке. Расшибалку, термос, бутерброды. А на что ловить-то больше? А, мормышка, малинка. Я поймала две рыбы только. Червячков надо сначала на крючок, потом отпускаешь в лунку. Кстати, Новорайская вещательная компания стала своего рода счастливым талисманом для рыбаков. Кому бы мы не подходили, начинался клёв, успевай вытаскивать. Погода назад у меня самая крупная рыба была. Вот и мне приз дали. Ерши, чебаки, окуни, леньки есть, да, щука есть. Так что рыбы у нас очень много. Некоторые, значит, бывают повернутся спиной, шабалку кинут, где она упадет, значит, там рыба. Ну, это как бы примета такая. Сегодняшняя, по сравнению с тем, погода, во-первых, не подкачала. Клёв рыба тоже не подкачала. Много клевала, хорошо клевала. Организация сегодня на высшем уровне. Раздача даже той же каши была замечательной сделана. Всё хорошо. В «Мормышке» первый раз вот друзья меня пригласили. Они постоянно участвуют в этом конкурсе. И как впечатления? Впечатления, если честно, я не ожидал, что будет столько людей. Впечатления, конечно, это самые положительные. Женщины на клёвой «Мормышке» уже не редко. Скорее настоящей конкуренции рыбакам сильного пола. В этот раз 12 представительниц прекрасного пола показали свои умения на льду. Глядя на них, кажется, что женщине всё по плечу. Сюда же самые, казалось бы, мужские занятия. Ну, к зимней рыбалке мы вот с мужем года 4 уже как относимся. И как считаете, рыбалка – это женское или не женское дело? Ну, скажем так, это на любителя. То есть не все же пойдут мёрзнуть по морозу в минус 20 ради небольшого улова. Здесь играет большую роль азарт и интерес. Ну, вот сейчас 6 рыбок уже поймала. Нравится рыбачить просто. Чебака, ёршик. Вот сейчас ёршик. О, видите, самая, наверное, большая у меня. Седьмая рыбка. Берём всё для количества, для веса. Сейчас всё больше и больше женщин у нас начинают рыбачить. Это, во-первых, природа. Во-вторых, успокаиваешься, сидишь. Ну, клюнет так клюнет. Не клюнет так не клюнет. Зато свежим воздухом подышишь. После рыбалки взвешивание улова не обошлось без горячей каши и сладкого чая постарались кафе «Берёзка» и предприниматель Андрей Токтуев. К слову, он был и участником соревнований, и победителем в одном из конкурсов бурильщиков. Надо сказать, что это очень трудное занятие – сделать лунку в толстом слое льда. Видимо, только годы тренировок позволяют так быстро бурить лёд. Самый приятный момент праздника – награждение победителей и участников. Спонсорами проекта стала администрация города, ОКП-123, комбинат и водоканал. Подарки приготовила Союз молодёжных организаций Новоуральска. Словом, призов было много и для всех. Палатка, термос, коловорот, кружки – не подарки, а мечта любого рыбака. Подолгу не сидеть на одном месте. Бегать, искать рыбу. Только улучшается, с каждым годом всё лучше и лучше. Команд много, все довольно-таки опытные рыбаки. Дальнейшие планы у вас какие? Участвовать? Участвовать, будем участвовать, продолжать. Будем пытаться побеждать. Обычно зимних рыбаков называют пингвинами. Ну, как они ходят так в перевалку, как бы походка пингвиня такая. Ну и мы походим. Как бы да, да, да. Женская команда администрации Новоуральска стала настоящим украшением праздника. И, конечно же, девушки поймали достойное количество рыбы. Администрация города Новоуральска поддерживает соревнования по подлёдному лову рыбы «Клёвая мормышка». Оно у нас включено в календарный план. Говорят, время, проведённое на рыбалке, не идёт в общий стаж жизни. Поэтому рыбаки живут долго. А ведь и правда. Как прекрасно, с пользой и позитивом, все мы можем проводить время здесь, у нас, на нашем замечательном пруду. Стоит только захотеть. Клёвые мормышки о замечательной доброй традиции Новоуральска пожелаем быть, развиваться и собирать по свои рыбацкие знамёна всё больше горожан. Альбина Бабкова, Виктор Малышев, Антон Пылаев. Объектив. Итоги.